Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я приготовлю очень красивый бисквитный рулет к чаю под названием Ураган. Сначала нам нужно прогреть до горячего, до 70 градусов, 45 граммов растительного масла. Также заранее подготовим форму. У меня размер 23 на 28. Одну столовую ложку какао заливаю одной столовой ложкой горячей воды и хорошенько перемешиваю до однородной пасты. Какао заранее лучше просеять, чтобы не было никаких комочков. В миску отправляем горячее масло и отправляем сюда 75 граммов пшеничной муки высшего сорта. Хорошенько перемешиваем до однородности. Вливаем сюда 60 граммов молока, молоко комнатной температуры и тоже все перемешиваем до однородности. В уже остывшую массу, она совсем слегка теплая, ввожу по одному желтки, всего 4 штуки. Из желтков я удалила предварительно пленочку. В эту же смесь добавляю 10 граммов ванильного сахара и также всего нам 60 граммов понадобится для рецепта. Я приблизительно добавляю половину, то есть 30 граммов сахара. И все перемешиваю. Дальше берем 4 белка, добавляем к ним 1 хорошую щепотку соли и 1 чайную ложку лимонного сока. И начинаем взбивать. Чтобы белки хорошо взбились, они обязательно должны быть охлажденными. Когда белки мы взбили до мягких пиков, в 2 подхода добавляем сюда оставшийся сахар. Белки мы взбили до твердых пиков. Смотрите, они прекрасно держат форму. И теперь в 3 подхода вводим белки в нашу мучную смесь. Очень аккуратно перемешиваем, вот такими вот движениями, чтобы максимально сохранить всю воздушность белков. Получившуюся воздушную массу приблизительно на глаз я разделяю на 2 части. И теперь в одну часть теста я аккуратно добавляю какао. И аккуратно перемешиваю. В форму отправляю белое тесто. Аккуратно разравниваю его лопаткой по всей площади. И теперь отправляю сюда коричневое тесто. Тоже аккуратно его по всей площади распространяю. Во все уголки тоже разравниваю коричневое тесто. И теперь обратной стороной вилки я делаю вот такие вот движения. Туда-сюда. Начинаю с меньшего края, тот который 23 см. Вилку не отрываю. Теперь то же самое делаю по длинному краю. Уже сейчас духовка должна быть прогрета до температуры 170 градусов. Теперь пару раз, то есть 3 раза, вот так вот стукнем формой, чтобы все пузырьки воздуха удалились. Ставим выпекаться на 20-30 минут. В моей духовке бисквит выпекался ровно 20 минут, в вашей может быть чуть больше. Готовность можно проверить деревянной шпажкой, она должна быть абсолютно сухой. Спустя приблизительно 3 минуты я перекладываю бисквит на доску. И аккуратно снимаю пергамент. Обрезаю края, потому что они у меня получились выше. И теперь аккуратно скручиваем его в рулет. И оставляем в таком виде остывать. Пока рулет остывает, я сделаю крем. Я буду делать крем из взбитых сливок. Для этого сливки я беру жирностью 33%. И они должны быть очень холодными из холодильника. Вы же можете сделать другой крем. Даже можно просто намазать внутрим вареньем. Будет тоже очень вкусно. Я добавила к сливкам 10 граммов ванильного сахара. Вы же можете добавить еще сахарной пудры по вкусу. Вот так вот сливки взбились. Здесь у меня было 200 граммов сливок жирностью 33%. И вот когда рулет полностью остыл, аккуратно я его полностью не раскрываю, чтобы не сломать, выкладываю сюда крем. Крема у меня здесь поместилось 100 граммов вместо 200. Чуть-чуть я не угадала. И теперь его закрываем. И оставляем в таком виде в холодильнике на 2 часа. Я отправила в морозилку на 1 час, чтобы было быстрее. И теперь аккуратно снимаю. Здесь немного отсырил рулет и пристал к пергаменту. Дальше все лучше. Видите, небольшие трещинки. Это потому, что я поспешила и слишком резко его завернула. Поэтому вы делайте все нежнее и аккуратнее. И в итоге у вас поверхность будет идеальной. Сверху его, по желанию, можно украсить растопленным шоколадом или же шоколадной глазурью из какао. Или просто присыпать какао или сахарной пудрой. Я этого делать не буду, потому что он очень красивый в разрезе. И сейчас я вам это все покажу. И вот теперь аккуратно начинаю разрезать. Вот посмотрите, какая красота. Разве это не прекрасно? И вот смотрите, у каждого кусочка свой неповторимый рисунок. И теперь один небольшой совет. Если вы начинаете рисовать по тесту вот с короткой стороны, а заканчиваете длинной стороной, тогда и рулет нужно сворачивать с длинной стороны. Если же вы начинаете с длинной стороны, а заканчиваете короткой стороной, то и тогда готовый рулет нужно сворачивать по короткой стороне. Вот так просто можно приготовить такой красивый рулет. я надеюсь что вы приготовите это чудо попробуйте это действительно очень вкусно большое спасибо что провели это время со мной не забывайте нажимать обязательно на колокольчик чтобы не пропускать все новые видео а также нажмите на лайк если вам понравилось всем пока данных вкусных рецептов